ким уж любит молодую красивую талантливую вместе выступает на концертах шесть лет они вместе работают когда слушают музыку вижу его влюбленное восторженное лицо мужа которые смотрят только на нее уходить не хочет ему удобно так жить как найти замену эмоциям которые раньше давала музыка теперь я сразу плачу и чувствую себя ужасно я вам могу сказать здесь очень много чувств и здесь в этих чувствах вмешана ревность случае если с вами муж живет то тогда он с вами спит скорее всего в одной постели и между вами есть интимное отношение случае если между вами есть интимное отношение то этот мужчина который с вами живет он ход этому и не верит но все равно скорее всего любит вас и все равно живет для вас и все равно там стремится быть с вами и так далее смотрит на другую женщину даже если он с ней спит это не значит что она хочет этого мужчину она верит этому мужчине и так далее возможно это флирт у людей которые занимаются искусством это естественное состояние порыва души то есть для них это состояние которое может иногда перевоплотиться вот в какие-то там тонкие отношения между ними там платоническая любовь она может решиться там поцелуем там или еще чем-то или еще чем-то но это не обязательно что они хотят из этого создать семью есть фильм такой называется забытая мелодия для флейты с филатовым и татьяной догилевой там очень хорошие слова сказала наталья дочь вот этого филатова она сказала догилевой ты помни о том что с одними они встречаются а живут с женами вот с этим я абсолютно согласен а вы как жена можете создать условия при котором этот мужчина со временем все равно столкнется с тем что вы самая близкая вы самое нужно и вы самая дорогая не нужно ревновать ревность источает семью ревность разрушает семью живете вместе сделайте все для того чтобы отношения были восхитительными чтобы отношениях как это можно научиться делать об этом немножечко дальше